Алексей Анатольевич, поздравляю вас с победой. Как оцените сегодняшний матч? Спасибо. Спасибо хозяевам, в первую очередь, что предложили нам с первых смен этот боевой хоккей без проката. Предложили нам, ударили нас мы. Ну что у нас мужики, которые сегодня были на поле, все ответили единым кулаком. Равный, я считаю, первый период. Во втором немножко хозяева у нас прижали, в конце мы имели возможность, но не забили. И в третий период забили голик, и на уже терпеливом играли по установке, на контратаке. Задача была с пятака не пропустить шайбу, но практически на 99,9% справились, ловили шайбу на себя. Ну, одна ошибка, пропустили гол, но хозяева не сдавались, хотели забить. Ну, еще раз хочу сказать сегодня, во-первых, спасибо большое команде, в первую очередь. Сегодня была действительно команда. Начиная вообще со всех работников, тренерского штаба и непосредственно хоккеистов, которые хотели прервать эту неудачу, которая у нас была в последнее время. Много проигрывали. И они сегодня добыли эту победу нужную. И большое спасибо болельщикам, которые нас сегодня поддерживали. Всех с победой. Вот эта вторая пропущенная шайба, она у нас в эмоциональном плане никак не удалила, то есть продолжали действовать, как и договорились. Да, у нас ребята встали на лавке капитана, я сказал, ничего страшного, не случилось, работаем дальше, паники никакой не было. Доктор Антонович, Ваши комментарии? Соперник из победы, соперник сыграл терпеливо, реализовал наши ошибки. По нашей команде скажу, так, сегодня единицы, кто, говорится, бился, пластался, брал инициативу на себя. Большинство, даже больше, наверное, больше 50% игроков сегодня просто присутствовали, потому что вот так это невозможно осталось. То есть осталось немного игр, говорится, готовиться к плей-оффу, ну это плей-оффная игра, но так нельзя играть. Когда жалеешь себя, где-то прокатики, балет устраивать, ну это не годится, а завтра будем разбираться. В чем дело, две игры, которые сыграли на выезде, к команде вообще претензий не было. Все бились, пластались и сегодня, что произошло, непонятно, поэтому будем разбираться. Сейчас, когда я после игры сидел, думал, если было бы, как в футболе, сейчас там 5 замен, можно было бы, я поменял бы, наверное, человек 5, можно было бы 10-10 по ходу игры, ну потому что так невозможно, почему-то одни вытаскивают из себя. Понятно, что 43-я игра, ну все в одинаковых условиях, ну так без зуба, без характера, ну лучше вообще туда не выходить, как говорится. Хотите смотреть хоккей, смотрите на трибунах. Как взял Ляхова? А сколько сильно? Ну, сильно пострадал, сломан нос, дальше уже будет просто восстанавливаться, но это хоккей, без травм, невозможно. Пока только, вот, сегодня Александр Ляхов, а так, Родель Фазлеев до конца сезона. Серьезная травма, мы будем поддерживать, скорее всего, выздоровление. Так, так, сейчас, видите, и Богатов после болезни вышел, и горячим, был заряд. Простудные заболевания. Большинство не играет? Больных нет, просто у нас дефекацию, Галеев третью, отсидел, следующую игру будут играть, и поэтому пришлось в семь защитников играть. Ну, травма, шесть защитников. Ну, тяжеловато, конечно, и Коля, и Ислама было, потому что пропустили много. Ну, так уж сложилось, но не в этом дело, в дело, особенно в нападающих, без зуба, еще без зуба, будем разбираться.